Добрый день. Последний раз я был в июне 2019 года у вас. Сегодня я буду говорить о диагностике мелкоклеточного опухоли костей, и прежде всего я буду говорить о гистологии, также я буду говорить о других моментах диагнозов. И вот это первый клинический случай, 14 лет, молодой человек, и у него боль и отек левой конечности. Вот его снимки вы видите здесь слева, в синусе у нас здесь множественные гальцинаты. И также второй синус фактически полностью разрушен из-за разрастания масс мягких тканей. Здесь вы видите диффузионное также усиление сигналов в фокальной части, в фокальной зоне. Гистология показывает инфильтративный рост, разрастание опухолевых клеток небольшого и среднего размера. По вот такому паттерну вы видите, что иммуногистохимия показывает CD99, хорошее такое окрашивание по мембранам. Здесь такое достаточно яркое, здесь вы также видите окрашивание ядер. Здесь у нас приводится список диагнозов, это саркома Юэнга, это злокачественная лимфома, это механсимальная кондросаркома, мелкоклеточная остеосаркома и так далее. Здесь вы видите как раз местную туберкулярную часть, вы видите здесь инфильтративный рост опухолевых клеток в туберкулярную часть костей и вы видите здесь какой паттерн это из себя представляет. Инфильтративное разрастание клеток показывает это плазма или это, есть такие резикулярные ядра и вы можете скорее всего увидеть это на этом слайде. Иммуноокрашивание также на ТЭЛ-1 показывает вот такой паттерн, поэтому мой диагноз будет следующий, синавиальная саркома. Второй случай клинический, 38 лет девушка, у нее боль в ягодице несколько месяцев и вы видите, что здесь разрушение головки бедренной кости слева и достаточно неограниченные, непонятные поля границы. И здесь вы видите ТЭЛ-1 взвешенное изображение, отсутствие сигнала и затем усиление на ТЭЛ-1 взвешенном изображении, потому что идет разрастание масс мягких тканей. ТЭЛ-2 взвешенная аксиальная проекция показывает разрастание в левой головке бедренной кости и также в области большого вертела. И это как раз то поражение, которое видно в заднем аспекте. Вы видите, что также идет разрастание в нервной структуре. И вот это биоптат, вы видите, что здесь была сделана резекция и это четко нам показывает миксоидную обухоль в области головки бедренной кости и также геморрагию. Вот это вы видите как раз то, как выглядят гнезда, клеточные гнезда. И вот здесь вы видите эндотелиальные опухолевые клетки, которые окружены такими воскулярными структурами. И опухолевые клетки похожи на ветеринаобразные клетки. Они также распределяются по определенному, достаточно характерному паттерну. И здесь вы видите, что очень важно отделить эту опухоль от периферического, то есть от символиальной саркома. Третий случай – это четырехлетний мальчик и у него масса в области ребер. Здесь вы видите левое седьмое ребро, и вы видите, что здесь произошло разрушение и склерозирование костных структур. Вот это аксиальная проекция, которая показывает, опять-таки, переостальную склерозирование, диффузионное склерозирование костной ткани седьмого ребра. Вот это 3D-реконструкция, которая показывает достаточно нерегулярную структуру. И мы провели резекцию седьмого ребра, и вот это результат, это макрообразец. Вы видите, что здесь есть разрастание некое, и есть некие массы. Это достаточно характерный вид саркома Юинга. Вот это цитология, несколько вариантов. Вы видите, какой паттерн окрашивания, и здесь вы видите хроматин, структуру такую, похожую на окрашивание, похожую на хроматин. То есть диагноз здесь саркома Юинга, достаточно с хорошими маркерами по иммуногистой химии. Я, по большому счету, здесь не говорю об этом подробно, потому что после меня докладчики будут обращаться именно к этой саркоме достаточно много. Еще один случай, 21 год, молодой человек, у него боль и отек правого тазобедренного сустава. Здесь вы видите как раз дивизионное поражение шейки, также в области большого вершила справа. Здесь вы видите также в области лобной некоторые массы. Вы видите здесь опять-таки разрастание в области головки, бедренной кости, и также в области шейки, и здесь нет никакого интенсификации сигнала. После того, как было сделано тотальное депротезирование тазобедренного сустава, извлеченный макрообразец показывает микритративный рост обухолевой ткани и врастание в хрящ головки бедренной кости. Здесь на гистологии вы видите инфильтрат в дроберкулярную кость и также в кортикал. Вот здесь вы видите как раз ветеринаобразные клетки, которые окружают ядра, и это достаточно сложно здесь сделать диагностику, и поэтому мы сделали окрашивание. Итак, диагноз – это мелкоклеточная остеосаркома. Пятый случай, 33 года, молодой человек, который страдал от отека и боли в указательном пальце, в фаланге указательного пальца. Вот это рентген, показан остеолизис и определенный узел в кости. Вы видите, что здесь была реакция со стороны переоста, и также окружающие ткани были повреждены, включая ткани самой фаланги. Вот это, как раз здесь вы видите некроз влагалища, и также здесь достаточно овальные веретернообразные клетки, и переваскулярное пространство также затронуто. И отдельные клетки показывают достаточно такую однообразную морфологию с определенным типом хроматина. Здесь эзенофилы также, и фиброзная струба также видна. И иммунное окрашивание было сделано, которое было негативным по АСМА. Поэтому в этом случае мы поставили диагноз и решили, что это СИЗ-ДОКС-4-саркома. Некоторые... СИЗ-ДОКС или ЧИК, как иногда называют некоторые эксперты. Итак, СИЗ-Саркома – это довольно быстрый, довольно частый подтип саркома Юинга. И если мы говорим о хроматине 19-P13-2, то это довольно частая перестройка, часто встречающаяся. И мы говорим о том, что иногда это недифференцированная саркома, но чаще всего это как раз перестройка в этом гене. И иногда это то, что возникает в глубоких мягких тканях. И чаще всего это тип опухоли, который мы наблюдаем у молодых взрослых до 35 лет. Вот это рекомендации. Самое главное – это то, что в основном это круглоклеточный фенотип. Как правило, это умеренный ядерный полиоморфизм, бетелиоидные или ветероклеточные компоненты. Также, если возможно, мы должны посмотреть на предмет перестройки в гене-СИЗ. И очень часто метастазируют в легкое. И гораздо хуже самый плохой, так скажем, сценарий саркома Юинга, приблизительно с 5-летней важности от 17 до 43%. Шестой случай, который я хотел бы обсудить с вами, 15 лет, молодой человек. И у него разрастание 5-го проксимального пальца на ноге. И это случай профессора Ууда из университетской клиники. Вот это рентгенограмма, которая показывает смешанные остеолитические остеопластные изменения в дистальной части 5-го метатарзальной кости и картикальную эрозию. На гистологии вы видите такие фиброидно-миксоидные изменения. И вот это как раз фибромиксоидная зона эсквероза. И также ветероклеточные, которые похожи на лимомиому. И опять-таки здесь мы фактически обсуждали эти случаи с профессором Ууда. И он продемонстрировал достаточно хорошую возможность понять, какие здесь отклонения генетические. И БИКОР – это саркома с перестройкой в БИКОР. Поэтому здесь нужно посмотреть также на правостороннюю часть. И вот это типичная гистология, которая показывает клеточное влагалище. И тот паттерн изофильных клеток, который четко показывает нам такую ясную цитоплазму. Здесь четкий хроматиновый рисунок. И некоторые клетки выглядят вертинообразно, с некоторым миксоидным фоном. Иммуногистохимия была сделана, и все оказались позитивными, положительными, кроме цитокератина АЕ1, АЕ3. И, соответственно, CD99 были положительны, и циклин Д1. Перестройки наблюдались именно в этих генах. Вот эта рекомендация ВОЗ, и очень важная часть заключается в том, что примитивные круглые и веретенно-клеточные клетки должны быть организованы в виде гнезд. И также, если это возможно, то они рекомендуют также молекулярное подтверждение в этих случаях. Прогноз похож на саркома Юинга, также по гистологии саркома Юинга может быть вполне схожа по реакции на химиотерапию. И также очень важный момент заключается в том, что у пациентов часто метастазирование в легкое, и затем также может быть метастазирование в другие костные структуры. Это также соответствует и более обширной семье опухоли с перестройкой в бекор. И вот это выводы, или, так скажем, это список таких мелкоклеточных сарком. Самое важное – это то, что 71% – это, так скажем, то, что возникает в кости с перестройкой в B-кор, CCN, B-3. И также очень важный момент заключается в том, что... Спасибо.